И представители старшие по домам поселка Детчино, и для них это тоже интересно, вот как в Калуге проходят эти мероприятия, как в Калуге дома готовятся к зимним условиям. И послушав здесь, они, я думаю, наберутся опыта и потом будут применять его у себя. Я, да, еще должен напомнить, что у нас присутствуют представители поселка Воротынск. Это тоже самая наша родная территория, которая довольно-таки часто встречается с нами. Ну, давайте так вот, к теплосети. У нас Николай Анатольевич, да? Да. Ну, я думаю, что, Дим, поставим микрофон, чтобы было слышно. Вот, что вы можете сказать в рамках заявленной темы? Да, вот для протокола представьтесь нам. Работает. Батов Николай Анатольевич, заместитель главного инженера МОВКО в Калуге посесть. Задавайте вопросы, а кто я могу сказать? Подготовка идет по плану, согласно графику. Так, Галина Валентиновна. Да, я все понимаю, но у нас другие вопросы к ним, понимаете? В Калуге-Калуге получается такая история. Они всегда правы. Мы заключаем такие договора, когда они всегда правы. Не важно, что ломается, как, мы всегда платим. Сломалась вот, я пример говорю. Мне вот это интересно. Они что-то собираются менять в этом плане? Потому что... Что, в чем, в каком плане? Договор, да? Есть договор. Знаете, я его не подписываю. Но они мне все равно выставляют, допустим, с какими-то потерями, по трубам, там, еще с чем-то. Если у меня какой-то сбой по счетчикам, они мне все равно по договору выставляют. И я его не подписываю. Я уж который год его не подписываю. Но все равно мы платим. Как мне быть, если вы не правы? Если они не правы. А вот у нас, так сказать, такая ситуация в районе. Где-то там труп прорвало. У нас перекрыли обратку. Никого не предупредили. Ничего не сделали. Перекрыли обратку. Люди холодную воду спускают. Вы понимаете, сколько там накрутили. Если у меня потом 7-8 кубов, то теперь там уже 50-60 кубов. И я ничего не могу сделать. Я не могу добиться правды. Меня все посылают. Главным инженером. Можно отвечать. Отвечаю по порядку. Я говорю, вот как мы с ним не включили договоры. Давайте по порядку. Вот, Николай Анатольевич, вот, допустим, дома в Калуге, ТСЖ, Звездная-15. Вот вы дополнительно включаете туда оплату за транспортировку тепла по сетям, которые не в доме. Вот какова сегодня ситуация с балансовым разграничением? Вот за что должны все-таки платить собственники и наниматели жилья, а за что они не должны платить? И каким образом все-таки договариваться с вами для принятия необходимых решений? Я могу сказать, что все начисления и все договора согласны закону о теплооснабжении. Это не мы его придумали. Мы руководствуемся двумя документами. Это закон о теплооснабжении и правила коммерческого учета тепловой энергии. А как же правила эксплуатации многоквартирных жилых домов? 491 правило, пункт 8, утвержденное правительством Российской Федерации. Это тоже закон, это тоже документ. Там четко описываются границы балансовой принадлежности теплосетей. Если в доме, тем более, установлен общедомовой прибор учета, как у нас, например, установлен, а нам теплопотери считают. Более того, за 95 погонных метров от тепловой камеры до года наш дом. Я подтвердила в Росреестре, нашла документ, подтверждающий, что эта труба нам не принадлежит. И передать ее вам на баланс мы не можем чисто физически. То, что нам не принадлежит передать. Труба признана бесхозяйной гору правой в декабре месяце. Замечательно, с апреля месяца нам, наконец-то, в счетах теплопотери не выставляют. Но это один вопрос, решенный по данной проблеме. А второй вопрос, когда же будет пересчитан долг, который у нас висит в каждых счетах. В итоге нам пересчитали только 14-й год, а до этого 7 лет. Давайте чуть-чуть подробно построим. Вы понимаете, у меня должность заместить главный инженер. Хорошо, скажите тогда, почему к нам на заседание отправили вас, а не юриста, с которым я встречалась в монокольном комитете на финансовом, директором по финансам. Вот написал Вячеслав Александрович Горбатин о подготовке к работе в зимних условиях. Я не знаю, почему это нужно представлять городскую праву. Но там просто было бланк. Ну это единое письмо, наверное, для всех финансов было. На самом деле, мы понимаем, что опасность. Все люди, да, все-таки кто-то не согласен, у нас есть арбитражный суд, мировой суд, и все остальное. Нет, у нас все есть. У нас есть антимонопольная служба, это все прекрасно, замечательно. И антимонопольная служба. Она восстановила все, а тем не менее долг, который виртуальный, который висит у нас. Вот тут представитель Воротынска меня знает с Сиреневого бульвара 6. Да, да, да. Вот у него воды не было, я ему сделал циркуляцию в доме. А с деньгами у меня не получилось в Воротынске, я с Воротынска ушел. Ага, тогда вопрос, есть ли у нас какие-то внутридомовые неполадки, да, с этим самым? Можно обратить, а теплосеть может нам помочь? То есть прийти там, обследовать, посоветовать что-то? Может. Может? К кому обращаться? Вы пишите на директора. А конкретно вот так? Конкретно директора Гроша, Андреева, Дирижон. Прошу выделить бригаду, да, для обслуживания. Ну, оказать консультационную помощь на решение какой-то проблемы, что у вас там горячая вода, не горячая, отопление, не отопление. Ну, привет, не ответа. Сказали, мы по таким вопросам не занимаемся, нанимаете типа бригады, вы это делаете. Не, ну за бесплатно они, конечно, ничего делать не будут. Пожалуйста, тут пришлющие, скажем, мы окажем на слове таких-таких, а то вообще нет и все. Вот. Не имею чего-то, не бывает. Хорошо, Николай Анатольевич, вот есть такой 261 ФСЗ, закон, который предписывал еще, наверное, года полтора или почти два установить общедомовые счетчики на тепло. Вот там дальше написано, что если собственники не решили этот вопрос, то поставщик коммунальной услуги может, то есть должен установить этот прибор учета на каждый дом. Вот какая работа проводится у вас? Я помню, вы пытались там, ваша организация, проводить определенные работы в этом направлении, но почему-то охладели, вот в чем проблема? В законодательстве. Не, проблема только одна, как всегда в этом стране денег нет. Да, я здесь, ну это вы внимательно читали этот закон, да? То есть это за какой бюджет? Нет, это мы за свои деньги должны поставить счетчик, грубо говоря, на ваш дом. Разбить оплату этого счетчика вам, вам уже. Разбить? Ну, как скажете, не больше пяти лет. И выставить проценты. То есть мы как бы вам кредит даем. Но, но, но за две трети ставки рефинансирования банка. А мы в банке берем деньги под эти, ну, чтобы в цифрах было понятно, да, мы сейчас возьмем в банке кредит по 30%, а вам выставим под 15%. Нет, ну там больше ставки рефинансирования. Рфинансирование не выскочил, согласно закону. И вы, как представители, надо понимать, да, вместе с законодательным собранием, что это идет речь не о десятках миллионов даже. Два-три года назад это было порядка двухсот миллионов. То есть сейчас это под миллиард денег. Да денег полно, полный банк денег. Но мне взять миллиард в банке, потратить его и получить половину, ну, это бизнес по-русски, я, конечно, понимаю, но не до такой степени. Ну, в общем, пока этот закон у нас не реализовывается, да? Пока этот закон еще не доработан в плане финансирования. Это кредиты, это все бизнес. Но у вас же унитарное предприятие, то есть оно же не полностью коммерческое, правильно? Оно совсем не коммерческое. Муниципальное. Муниципальное. И не прописано. Нет, ну вы же муниципальное предприятие. А почему вы не решаете с вопросом, как-то с бюджетом, 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 бюджетом? Как-то это должно распределяться или как-то, я не знаю, почему? У вас же все-таки не частное, не коммерческое предприятие. Вы чуть-чуть недопонимаете, чем отличается муниципальное от частного, да? Нам город дал управление котельной тепловой сети. Все, он к нам больше не лезет. Он нам не помогает, ну, и не мешает, и не помогает. Хорошо, Николай Анатольевич. Ну и, наверное, последний вопрос, если у присутствующих будут, конечно, зададут. А вот платежи напрямую вы практикуете, или же все-таки это неизбыточно для нашего населения, мы все равно должны через управляющую компанию платить? Вот эта работа проводится у вас какая-то? Практикует. Практикует, и я расскажу как. Давайте, наверное, вас сначала поздно. Нет, нет, районный лейтенант, аборде. Аборде. Я узнавала, как они это делают. Объясняю. Да, они заключают, они даже предлагают. Заключают договора на прямую из-под репетиции. У каждого, как бы, счетчик в этом квартире, на горячую воду. Ну, на тепло, соответственно. На горячую воду. Значит, что они делают? Если вы в этом... Оно у вас стоит общедомовой. Если у вас по домовому 100 кубов, а собрали они всего 80, они вот эти 20 делят на общедомовые. В следующем месяце, даже если у вас на счетчике будет 100 кубов, а собрали они 120, никто вам пересчитывать не будет, потому что это архи сложно. И понимаете, то есть люди платят общедомовые за тех, кто не показаний, не сдал, и они платят за них. Точно так же делают водоканал. Короче, и мы отказались от этой. Тепло, я понимаю, по счетчику посчитали, разделили по хватам, там попроще некуда. Но по горячей воде это просто беспредел. Поэтому возмущаются люди. Почему такие общедомовые большие? Да потому что они вот так делают. И не охота пересчитывать обратно. И никто это делать не будет. Точно так стало делать, эти самые, из электросети, точно так стало делать холодная вода. Потому что пересчитывать не охота. Поэтому они все это в общедомовое. Ну, в следующем месяце общедомовой пас не будет. Ну, или посчитать по нормативу. Галина Валентиновна, ну давай послушаем официальную точку зрения. Уже отвечать можно? Да. Сначала отвечу как житель. Я тоже живу в Калуге, тоже плачу общедомовые. А я просто не знаю. И за свет, ну, за газ, не глачу. За свет то же самое. Опять же, это не придумка теплосети. Это написано в законе. Разница, если получается, она вставляется либо в управляющие компании, если существует управляющая компания. Если в управляющей компании не существует, дом на самоуправлении или ТСЖ выставляется жителям. Только сеть здесь ничего не придумывал, как электрик. Защиту я скажу сразу. Никому не интересен. Да. Второй вопрос. Почему мы за переход на пламы, в пилотежные? Я вот был тут на повышениях квалификации, работал директором в Воротынском тепловодоконнале. Ситуация какая, чтобы вы понимали, да? Есть такая солидная организация, имеющая регион ГАЗ, которая у нас Актомога курирует. И все, кто выше, все курируют. То есть там платежи за газ очень серьезные. Во вторичии у нас 85%. Платежи населения, ну, как бы, как отчитываются, там 90%. Я пришел в Воротынск. Четыре управляющие компании. Это не ГАЗ, 58 у нас управляющих компаний, да? Начинают платить люди там с 26-го, грубо говоря, числа. До 26-го, когда там 15-го, с 10-го разносят. До 26-го люди должны заплатить. Главное управляющие компании были порядка 9 миллионов по Воротынскому. Деньги, ну, вот с таким трудом перечисляли. Аргументация была одна. Нам люди не платят. Нам вот люди до 25-го, вот все сидят дома, не знаю, в деревне, не платят ни копейки. Я пропускаю все платежи по газу, вызываю, полежаю вот туда, сюда, где деньги. А деньги начинают приходить по чуть-чуть после 25-го, когда уже поздно платить. Когда уже выговоры все получили, лечились на всех местах. Начинаем поэтапный перевод Воротынска на прямые платежи. С заключением договоров, с ССЖ, со всеми. Перевели половину Воротынскому сначала, там, за два месяца. И я реально вижу, что с 10-го по 20-го, по тем договорам, которые я заключил, деньги идут с отоплением. В этот же промежуток, неделя-две, от управляющих компаний не поступило ни копейки. Регментация так же. Не платят. Вот сидим на совещании, я им говорю, вот вы, уважаемые люди, Воротынск, люди одни и те же. Ну почему мне платят, а вам нет. В итоге, когда я закончил эту работу, полностью перевели, мы все на прямые платежи. Я больше не ездил ни одно совещание по газу, я успевал заплатить все. То есть, ради работы надо продолжать. Понятно. Может быть, это Воротынский, конечно, не надо. Не, ну, для информации, я скажу, мне вчера вынес прокурор предостережение о недопустимости таких действий. Они в чем заключаются. Была прокурорская проверка вчера. Нам, управляющие компании, на вчерашний день должны 243 миллиона. Причем платеж населения 90 с чем-то процентов. То есть, люди-то денег заплатили. Нам их не перевели. Поэтому и говорят, что на прямые... Хорошо, поэтому и идет разговор в суде. Это не подрамой. А тут 200 миллионов мы должны, и вы суд на них не подаете. Да почему не подаете? 58 компаний. Мы подаем суд. Подаем суд. Ну, это удар... Вы как пришли? С каким настроем? Понять? Или порваться? Да, тут разные вещи. Вот, понять, я вам могу сказать, да? Состается управляющая компания. У нее основной фунт 10 тысяч рублей. Офис 50 квадратных метров. Три стула и два стула. Аня вручила телефон. А то уж лицензирование не пройдет. Мы на них подали услуги. Ну, как виртуально скажем, да, они нам должны там 20 миллионов. Есть исполнительный лист. Есть судебные приставы. Мне их ни стуле не нужны. Мне нужны 50 миллионов. А что это так тянуть долго? Ну, это так кажется, долго. Если вы заплатили, вы мне письмо скидрозами на двух лицах. Ну, это так кажется, долго. Если у управляющей компании 250 домов, это буквально 3 месяца всего они должны. А по закону надо подождать 2 периода платить, да? Хорошо. Детчина, вопрос. При этом, красиво, мы уже были особо попали к вам на собрание. У нас тоже большая болельщика. Можно мы ее отлучим? Может быть, вы нам подскажете или поможете, как ее решить. Нашу котельную в Детчина остановили. Подачу газа прекратили. За задолженность котельная должна газовикам 11 миллионов. Газовая котельная на данный момент частная. Перспектив, что оплатится этот долг, никаких нет. Но ближе к отопительному сезону, я так думаю, что какое-то движение начнется. Что-то, как нас не оставят поселок без отопления, надеюсь. Но как там быть? Куда нам обращаться и что делать? Вот такая ситуация. Понятно. Ну, наверное, к Калужской теплосети мы подумаем попозже. Ну, а к Николаю Анатольевичу у меня вопрос. Вот 17 декабря прошли поправки, кажется, 354-е постановление. И там, где есть возможность установки счетчиков, они должны быть установлены. А если не устанавливаются, то повышается тариф. За каждую полгода по 10%. У нас на территории Калужской области это постановление реализовывается или пока нет? В этом году нет. В этом году, насколько я знаю, с 1 июля будет по холодной воде увеличиваться каждые полгода на 10% для тех, у кого нет счетчика. Хорошо. И вот самый последний вопрос по тарифам. Новый отопительный сезон или как с 1 июля, вы насколько повышаете стоимость гекалории? Ну, я не готов сказать, но не выше предельного роста индекса по Калужской области. Хорошо. Есть еще вопросы? Вы координаты записали, Николай Анатольевич, юристы. Я думаю, мы раздавуем, а может быть, и напросимся туда к ним. Спасибо. Переходим дальше. У нас представители городской управы. И, наверное, вот, с городской управы, больше взаимодействия идет по подготовке домов к работе зимних условий. Вы знаете, вот, по прошлому году, по прошлому отопительному сезону, очень часто, ну, я бы сказал так, подписывались липовые акты готовности домов. Вот, ну, я думаю, вы расскажете, какие требования предъявляются, то, что старшим по домам это крайне важно. И вот, на самом деле, вы четко проверяете, на самом деле, дом готов к работе зимних условий, либо это какая-то бумага, о которой должна быть, но на самом деле она не соответствует действительности. Кто первый? Представляетесь. Зовут меня Багнюк Алина Андреевна, являюсь представителем управления жилищно-коммунального хозяйства в городских правах. В настоящее время у нас ведется контроль, скажем так, за подготовкой домов к отопительному сезону. Вот, сейчас собирается вся необходимая информация. Нам предоставляют управляющие компании, ТСЖ тоже должны все предоставлять. Вот, также сейчас, пока еще не утверждено постановление, оно сейчас пока на рассмотрении находится, ну, вот, на днях утвердят постановление о подготовке объектов, сооружений и коммуникации жилищно-коммунального и социально-потового назначения в муниципальном образовании город Калуга. 15-16-й год. Вот, управляющая компания до 1 сентября нам должна предоставить все необходимые документы, вот, в соответствии с приказом 103-м, также руководствуясь 170-м постановлением, вот, на основе этого также у нас, значит, будет создаваться штаб, то есть комиссия, да, которая непосредственно будет за этим следить, и на основе этого уже будут выдаваться паспорта готовности, либо неготовности. Что касается, вот, вы сказали, по поводу подписания, да, мы, у нас есть еще, как бы, государственная жилищная инспекция, которая также... Да, имеет, имеет такие полномочия, да, скажем, проверки, соответственно, да, то есть конкретно мы, как бы, вот, не ведем надзорную функцию. Вы проверяете документацию, скажем так, а жилищная инспекция может... Муниципальный жилищный сон, да, также, да, также есть, также есть государственная жилищная инспекция, да, это федеральный надзорный орган, также есть и муниципальный жилищный контроль, вот, это... Да, то есть мы непосредственно уже на основе всего, готовим акты, выдаем паспорт готовности, либо неготовности. Вот, то есть документы все должны быть предоставлены. Это касается и управляющих компаний, это и ТСЖ. Вопрос, можно сразу? В прошлом году и в этом году у нашего ТСЖ, улица Звездная, дом 15, назревает одна и та же проблема. У нас все документы в наличии есть и будут также в этом году из вашего списка, который вы запрашиваете. Все замечательно, прекрасно, кроме одного бумага, расчеты с двух калуга теплосетей. О, задолженности, да? Да, отмены теплопотерь я добилась, а пересчеты долга за 8 лет не могу никак добиться, потому что нам пока пересчитали только... То есть у вас задолженность? Виртуальная задолженность, которой у нас нет и быть не может, по закону, за эти теплопотери. Это не задолженность не за то тепло, которое мы по счетчику потребили, не за ту горячую воду, что мы по счетчику потребили, а за вот эти теплопотери, которые нам приписывали в каждом счете. Не важно, лето это, зима это, но теплопотери нам ставили в каждом счете. Понимаете? И я не могу добиться ни от кого ответа, почему пересчитал только 14-й год. Почему я ожидала сегодня от теплосети какого-то более действенного лица, которое нам могло бы это все разъяснить? И женер нам это, конечно, не объяснит. Понимаете? Как мне быть опять? Нет, я вас понимаю, но конкретно по взаимодействию вашей, как-то сажает теплосеть, мы не лезем в эти отношения, то есть справку о задолженности, либо о незадолженности. В том году у вас тоже же была задолженность? Было то же самое. Вот вы понимаете, по закону я должна буду быть оштрафована как должностное лицо, да? И мое ТСЖ еще тоже должно быть оштрафовано. В прошлом году так было, были цифры 25 тысяч, да? Вот эту вот претензионную работу вам нужно с ними вести непосредственно. Ну вот вы понимаете, мы ведем уже год работу. Мы не виноваты в том, что образовалось вот это виртуальное задумание. А страдаем мы и опять платить должны мы, понимаете? Ну в любом случае вы получите акт подготовки дома, получите, только не получите паспорт готовности дома. Потому что у вас, ну как бы, перечи документов, 103-е постановление. Ну это тоже, я думаю, мы еще, да, я думаю, там еще все будет видно. И, наверное, рассматривайте комиссию, если у вас, например, распариваемая задолженность. Да, я думаю, что будет все нормально. Я думаю, что если, например, на комиссию будут представлены вам документы, они могут быть рассмотрены. Почему бы и не? В том году вы получили паспорт? В том году я получила акт. Акт, паспорт не получили. Без паспорта? Без паспорта, из-за задолженности, да? Да, из-за того, что у нас не выяснено отношение. У нас вот эта вот тягамотина тянула... Ну, я вас понимаю, но мы вот руководствуемся на основе того документов, который у нас есть. То есть есть задолженность? Ну, я понимаю, конечно, что мне никого нет. Какое задолженность? А в этой ситуации я бьюсь во все инстанции. Таковы требования. Я понимаю, но требования-то надо просто поменять. Какое отношение нет задолженности? Это федеральное законодательство. Мы работаем... Да, это все в рамках закона. Дело в том, что если... Ну, вы же слышали объяснение главного инженера о том, что действительно 85% доли тарифа составляет эта газовая составляющая. А я, насколько знаю, я была неоднократно на газовых комиссиях. Там очень жестко. Если срок оплаты первое число, то это первое число. Там никакой оттяжки нет. Они берут кредит, они выплачивают проценты. Поэтому это вопрос, в принципе, стратегический. И для того, чтобы население города Калуги не осталось и было подготовлено. Поэтому проводится мониторинг. С этой целью, кстати говоря, вопрос о погашении задолженности сейчас находится на контроле у многих органов. И даже прокуратура обращает особое внимание. Управление жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально делает мониторинг управляющих компаний в отношении погашения, а также именно задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями. Каждый квартал этот мониторинг опубликовывается на сайте городской управы. А вот второй и третий квартал, это будет мониторинг как раз по тем мероприятиям, которые сейчас вам Алина Андреевна как бы рассказала. Там будут все описаны мероприятия и проценты. И на всех планерках, да, непосредственно все это обсуждается. То есть это все сейчас пока ведется. Понимаете, управляющая компания, если она оказывает управление многоквартирными домами, это ССЖ, естественно, что перечень ее действий, он регламентирован договором. Один из моментов, это естественно, соблюдение платежной дисциплины. То есть она оказывает услуги, и за свои услуги она должна получать деньги. А как уже, как говорится, идет работа? Ну, естественно, зависит это уже от управляющих компаний. Там нужно вести и претензионную работу, и так далее. Вы понимаете прекрасно, что газ бесплатный, а теплосети не будут подаваться. Это вопрос стратегический. А тепло это у нас, даже, вы же видели, что в доле платежей у нас тепло занимает, ну, в зимний период, это практически порядка 60, да, где-то, да, до 70 процентов. Остальное это у нас доля, ну, там жилье занимает жилищ на 25 процентов, там и вода какую-то там часть доли занимает. Расскажите, если у человека есть решение суда о незаконности этих начислений, почему они должны быть признаны не готовыми? Я так и не поняла. А в чем вопрос? Какое решение суда? В отношении конкретного... Ну, это решение суда. Да, у меня есть решение антимонопольной скорбой, комиссия, которая постановила, что МУК колоду тепловесей нарушает антимонопольную законодательность. Ну, а как вы знаете, решение суда у нас же это дача пристава, например, должны быть... Это, грубо говоря, это досудебное еще разбирательство. Да, досудебное. В арбитраж мы не подавали ни халубой тепловесей, ни мы, наверное, тепловесей. То есть я вышла пока только на ФАС. ФАС предписал прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Прекрасно по моему очередному письму господин Грошев ответил, что все, с апреля месяца теплопотери в счетах не выставляются, никаких проблем нет. Да, действительно, сверяя данные общего прибора учета, вообще-то малого, и то, что выставляется в счетах, все прям циферка в циферку, все сходится. Но то, что было до того, как началась проверка от ГЖИ и проверка от ФАСа, это 7, даже больше 7 лет. И, естественно, вот это собирался, собирался, собирался этот долг по теплопотерям, и только 14-й год нам пересчитали, а остальное... Ну, а там не было ссылки на срок, допустим, давности, не более 3-х лет. То есть здесь как бы не... Я думаю, что если эта служба вынесла свое предписание, то и контроль за исполнением вот этого предписания должна она осуществлять. Понимаете, я ведь написала и господину Грошеву, естественно, ответ, что в соответствии с решением комиссии ФАС прекратите нарушение тимонаконного законодательства и пересчитать, соответственно, существующий вот этот долг, который выплывает каждый месяц в счетах. На первый вопрос ответ мне пришел чуть ли не мгновенно, буквально через пару дней даже доставили на дом, что раньше никогда не бывало такой скорости принятия решений. Но только на один ответ, что мы больше не нарушаем тимонаконное законодательство. А о том, чтобы пересчитать, никакого ответа нет. Я звоню, все ссылаются, что мы этим не занимаемся, позвоните, вот, я с одним и другим отделом, то ли отдел быта, то ли отдел там учета, то ли туда-туда. Нам поступило такое распоряжение высшего руководства. Делись ответом. Пересчитать только 14-й год. Ну, я думаю, что тогда суд. Хорошо, вот, далее. Есть еще вопросы к городской управе по подготовке? Не, Дмитриевна. Да, я, может быть, это не совсем в тему. Хотела спросить, вот, состояние автобусных остановок это вот относится к вашему комитету? Нет, это не относится. У нас управление как квартирными домами. Слышко, да? Тогда это не можно. Можно, началась? Да, да, пожалуйста. Здесь, я так поняла, ассоциации ТСЖ, представители, да? Просто, пользуясь моментом, поступило обращение о том, что будет проводиться конкурс, областной конкурс в рамках 276-го, сейчас я уточню, да? Да, но он ежегодно проводится, значит, в отношении категории ТСЖ до 1980-го года, потом 2001-го и 2000-е, значит, старше получается. Я попрошу вам оставить это. Ну, я думаю, что, наверное, мы распечатались, или у вас нет там ничего, да? Нет, а тогда запишать номер. А давайте, да. Максим, я таксофирую, с вами. За первое место присуждается 50 тысяч рублей, второе место 30 тысяч рублей, и третье место 20 тысяч рублей. В этом законе полностью указан перечень документов, сроки предоставления и порядок предоставления документов. Так что я вот просила бы, как бы, и пользуясь ситуацией, и у нас еще моментом, как бы, озвучить вот это, начались, да, обращения. Ну, у нас нет, конечно, я уже участвую в этом конкурсе, даже побеждали, я думаю, для них это подсказка. Хорошо. Это документы, значит, смотрите, нужно будет... А вы знаете, запишите вот закон 276 от 23-го, 12-го, 2010-го года. Сайт Гуру права, там есть вкладочка ТСЖ, и вы там этот закон найдете, распечатаете, там весь порядок регламентирован. Да, какие сроки? Сроки какие? Все, вот, ну лишнее. Так, представить министерство до 1-го, 07-го, 2015-го года. Чуть-то раньше звонили, сейчас не подошли. Так, смотрите, документы до 31-го, 07-го, а в участии заявить до 1-го, 07-го, это до 1-го, 07-го. Ну, запишите контактный телефон 560837, Коваленко, СВ. Хорошо. Городской управе, есть вопросы? Но вы уверены... Спасибо. Вы уверены, что вы подготовитесь к зиме, и вас не будут штрафовать? Мы нормально все подготовимся, конечно. Хорошо. Николай, как они уверены, что так говорили. Мы все проходим, это самое, присылки и проверки, мы сами заинтересовываемся. Они прекрасно знают, что мы это все сделаем. Галина Валентиновна, я знаю, что некоторые управляющие компании занимаются... Ну, как сказать, тут пишут на бумаге, что сделают эту опрессовку, промывку, а на самом деле ничего не делают. Ну, это другой вопрос. Я про ТСЖ говорю, что у нас нету, и они тоже прекрасно знают, что мы имлипу, но не можем никак. В ТСЖ, да. Они у нас деньги делают, те, которые опрессовка, промывка. Хорошо. Почему мне не расстаетесь? А, почему вы сейчас сказали? А каким образом вы передовой, допустим, у людей в домах, квартирный может это проверить? Была в присылке, не была в присылке. Вы родители управляющих компанию, она обязана вам предоставить комитет. Если вам, у вас должно быть объявление, во-первых, мы дверили висели, что мы происходим в присылку. Хорошо, но написали. Потом мы должны увидеть пробывающую старшую присылочную себя во дворе, которые дают минимум два дня. А то, понимаете, они там повесили, проведёте, посидите дома. Ну, мы посидели дома, а была это присылка и была это. А я скажу, как мы увидели, когда у нас потепло. Как мы платят, или это не повесили, на эти деньги списали, а дома нашли. У вас есть старший, он должен проконтролировать. Вы не как здесь всё проконтролировать? Должен быть старший парламент или институтная группа, которая должна проверять деятельность управляющей компании. А потом ещё вы знаете, что в рамках 731-го постановления о раскрытии информации управляющая компания обязана от своей деятельности отчитываться. Это было главным критерием для получения лицензии. Основной был аргумент, когда управляющие компании сейчас обратились за получением лицензии. Спасибо. Нет, давайте я вам сейчас эту секунду расскажу. Я управляюсь организацией с микрорайоном хорошо и с кожей усилий. Ситуация была в следующем году в прошлом году. В прошлом году теплосеть, пытаясь сбалансировать, сбалансировать систему теплоосновления по нашему поселку, должна была нам предоставить размеры шайб, которые мы должны предоставить на домах. Отсутствие этих шайб влияли на акции готовности, именно которые подписаны теплосеть, подоплечалась опрессовка, промырку, досмотрели запоры арматуру, включая и вот эти установки шайб. И без этих шайб они не подписывались. Но если это отключено в законе, то мы не могли сделать паспорта готовности. Мне звонят с управлением ШКХ, сколько вас давно готовы? Я не готова ни один дом, потому что я не установил шайбы. Они беззначные дешевства процентов. Я говорю, ну правильно, а соседняя организация написала, что 60 процентов уже готова. И евро, как она может быть готова, если мы все не ведут по этой шайбе. И получилось так, что ту организацию никто не стал проверять, а так как у меня стопроцентная неготовность, меня пришли и полностью проверили организацию мою на предмет готовности к отопительному сезону. И поэтому я сделал такой вывод, что я вот прибыл прямо, наверное, завтра, пишу вам, 8 процентов готов. Потому что зачем мне нужно, чтобы мне приходили проверять, там все это и трех калит работает. Если, допустим, смотрите на просто на банальные цифры, не вникает в сущность, а после этого, допустим, те, которые пишут правду, то есть по моей логике, если организация пишет, что у нее почти там 95 готовность, но процентная готовность, их нужно проверить. Они же уже читают, что не готовы. А если я пишу, что у меня никто, что мне проверять, не готовы. Вот, и не готовы, допустим, за последней запятой. И все, вот такая вот ситуация. Я не готова, это мы сейчас в одессе сотрудника, который вот, как бы, да, с кем вы общались по этому вопросу. Нет, ну вот, когда требуют, все проверят, не переживайте. Я не переживаю, просто поселок, это немножко другая сфера, чем город. Мы там друг в другу, все на виду. Ну, понятно. Понимаете, станция пробовочная, здесь только моё. Вы информацию предоставляете нам? Я предоставляю, я честно предоставляю, 100% не готов. Ну, вот и предоставляйте, данная информация озвучивается на планерках. Вы бываете на планерках уже, правильно? Или не бываете? Бывает, бывает. Вот, поэтому... Ну, у нас сегодняшний, уже старый, Скоровской? Да. Ну, вот, сейчас вот... Ну, вот, да, давайте вам тогда напомним, да, что еженедельно по средам, пожалуйста, предоставляйте отчет по установленной форме. Правильно. У меня вот, понимаете, у меня вот работа вся должна заключаться. Знаете, сколько отчетов? Ну, мы не будем сейчас говорить, у кого сколько отчетов, но я... Потому что эта информация сводится, она предоставляет... Работать, это меры будут более, как сказать, жесткие, то есть, как бы отчетность будет более регулярная, поэтому здесь так, что немножечко вот это отношение... Я, хорошо, я предупал, вот, посмотрю, как только мои, допустим, коллеги работают, и, допустим... Ну, вот, Куровской же, какая ваша жил-стервис, вот здесь прям рядышком, они пока никакой отчетности нет. Вы пока дайте ту информацию, которая у вас есть. У нас еще... Хотя бы количество домов своих пропишите. А количество домов у себя жители только несут протоколы, потому что лицензия мне была отказана первичная, а по вторичному еще вот они только несут протоколы. Ну, старайтесь, пожалуйста. Как вы подоставите силы? Ну, в принципе, еще жители только вот сейчас посетят протоколы. На сегодняшний момент вы же знаете, сколько у вас домов точно? Точно два. Точно два? Вот и напишите два. Завтра у вас будет пять? Пришлете в следующую среду пять? Так, вопрос о городской управе есть? Не по теме, можно на разнообразить. Ну, если ЖКХ-шная тема, то можно. Да, конечно. Вот, что-то там, в тех годах, мы там, сказать, проспали, была помощь от, так сказать, от городских властей в аспортировании внутренних двориков в этих муниципативных домов. Там ничего не планируется? Еще раз. У нас нет специалистов из этого отдела. Это благоустройство дворовых территорий. Да, это немножко другое отдел. Надо было приглашать, если да. Нет, надо обратить. Ну, понятно, да. Это представительство. Хорошо. Если там есть программа, да, ну, вы лучше зайдите, уточните, да, потому что мы благоустройством занимаемся. В Достоевском 49А, поэтому вы, если есть какие-то вопросы... Ну, мне стоит только поблагодарить. Большое спасибо, что вы пришли. Спасибо. Пожелаем дальнейшего взаимодействия. Вот мы переходим дальше.